Всем привет! Продолжаем рассматривать работу мастеров Джованни Доминика Тьеппола Обложка серии рисунков о Пучинелле 1800 год Бумага коричневой чернила Уголь 50х66 Интериорский художник и график Джованни Доминика Тьеппола В начале карьеры работал в тени знаменитого отца Представителя рококо инициации школы Джованни Батиста Тьеппола Однако уже в возрасте 20 лет заявил о себе как о самостоятельном мастере Джованни Доминика выработал собственный свободный, чуть нервный стиль графики Его наследия наиболее новаторскими и интересными стали разнообразные жанровые сюжеты Серия рисунков из жизни героев итальянской комедии Дель Арте Создана на рубеже 19 веков Одна из лучших работ творца Комедия Дель Арте Это театр на площади Который действовал с 16 по конец 18 столетия Существовала устойчивая система персонажей Характерных героев А действия и приключения в каждом представлении по-разному Интерпретировались артистами Они импровизировали, свободно комбинируя ситуации и сценки Пульчинелла или Палешинель во французском варианте Наряду с Орликином стали одними из самых популярных героев этого народного театра Данная работа Тьеппола открывает цикл из 100 рисунков о жизни и смерти Пульчинелла Персонаж с горбом, крючковатым носом и характерной шляпой Подходит к постаменту памятника с надписью Развлечения для детей В руке он держит куклу Именно это действующее лицо пользовалось широкой популярностью у юных зрителей Нервная манера рисунка, мощный пьедестал и одинокая фигура героя Вносят в работу особое настроение Развлечения, театральная игра, шутки на сцене, ежедневный смех Является для Пульчинелла тяжелым трудом, который и уйковечил его Вещи и одежды бродящих артистов, изображенные у постамента слева Продают сцене монументальный аллегорический характер Ну вот такое описание к работе Джованни Доминика Тьеппола Обложка серии рисунков и Пульчинелли Я нашел в интернете текст по книге Великой музеи мира Пока-пока, до свидания